Вот так бывает и такая погода у нас, друзья. Ребят поставили уже 4 стенки второго этажа, то есть наверх еще не залезал, потому что погода резко поменялась, прям жестко накрыло, льет дождик. Так, все, у нас снова солнце, работа кипит. Сейчас мы залезем на второй этаж по-быстрому, прям с прыжка зацените, смотрите. На ноги смотрим и раз! Что-то не получилось, надо на землю встать. Давайте еще раз. И раз! А, я понял, бля, ёпу! Я же носок не так одел. Сейчас, секунду. Так, все, теперь понятно, почему волшебные шлепки не работают. Так, вот, теперь понеслась. И раз! Так, друзья, что вам показать? Готова уже первая, можно сказать, детская комната. Вот у нас будет дверь. Надеюсь, сейчас дождик опять не зарядит. Вот у нас одна маленькая комната. По проекту это, по-моему, детская. Дальше. Дальше. Ребята у нас тут заканчивают уже почти санузел. Можно скоро срать ходить. Прям вниз. Бочку на крыльце сделаем, чтобы экономить септик. Так, уходим, чтобы не мешать. Ставят, ребята, стеночку. Выравнивают, как стенка стоит. Прижимают, забивают укос. Запоминайте технологию. Кому-то придадится. Так. Ходить надо аккуратно. Высота большая. Тут у нас вот такой пролет. Это потом буду доделывать террасу. Перемычки для крепления стены. Стена уже стоит. Сейчас посмотрим. Еще не делито. Ничего. Опять пошел мелкий дождик. Погода что-то подводит. Снова погода поменялась, ребят. Снова зарядил дождище. То есть он такой вот с ветром. Массивный. Вон березу аж задувает, если видно. То есть ребята там еще успели что-то напилить пару досок. И ливанул снова дождь. Так что ждем погоду. Ждем погоду. Надеюсь она наладится. Потому что, блин, надо под крышу загонять дом. Потому что доска конечно лежит. Один-два дня ничего ей не будет. То есть потом, если ее в работу пустить, она просохнет. А если вот так он сейчас неделю будет поливать, то это вообще будет жопа. Полная-полная жопа. Килограмм на 150. Так что будем надеяться на лучшее. Так что ждем погоду, друзья. Не, а так дом строится потихоньку. Все классно. Как я проверяю, смотрю. Снимаю для вас такие видосики. Сам не выхожу на улицу. Мои тапки промокнут с носками. Буду надеяться, что все наладится. Так что смотрим дальше. Так, друзья, двигаемся мы по второму этажу. Пытаемся. Точнее, пытаемся двигаться. Сейчас я вам от начала покажу. Так, тут у нас будет люк. То есть лестница двухъярусная, там, не знаю, винтовая. Хрен его знает, посмотрим. Лифт сделаем, может. Получается, поднялись мы. Вот у нас идет коридор. То есть коридор на второй этаж. Первая комната налево. Это у нас одна самая большая комната на втором этаже. Это получается, как там говорится, взрослая комната. Ну, комната для родителей, скажем. Для нас. То есть она примерно 3 на 6. Ну, там, если вдаваться в подробности, 2,80, 2,70 на 5,70, там, плюс-минус. То есть нормально. Есть окошко. Тут будет потом уже сформулирована кукушка. То есть, ну, это все потом дальше увидите. Так, дальше пошли. Если мы... Сейчас мы дойдем. Секунду. Идем также по коридору. Вот поэтому поворачиваем направо. Направо у нас первая детская комната. То есть, да, вот она детская комната. Есть окошко. То есть она небольшая. Она примерно 3 на 4. Вот так где-то. Но этого достаточно. То есть обычная детская комната. То есть все можно разместить. А дальше. Можно было добавить вот этот кусочек также к этой комнате. Но не стали. Решили сделать типа... Вот дверка по центру. Это будет типа гардеробный. То есть там можно белье, белье, тряпки. То есть, ну, всякое такое. Можно будет шкафчик, полочки сфарганить. Это потом разберемся. Рядом с ней. То есть, если помните, тут у нас получается еще один санузел. Он небольшой где-то. 2... Нет, он 2,80 на метр. На метр пятьдесят плюс-минус. То есть пока так грубо говорю. Есть также окошко. Ну, уже сюда можно будет там не ванну втыкать, а душевую кабинку вот мыть. То есть, ну, нет никаких проблем. И также, если мы опять же двигаемся по коридору сразу по прямой, то есть тут у нас еще одна детская. То есть детская с двумя окнами такими большими. То есть тоже на вид главный. Все нормально. То есть комнатка тоже небольшая. Примерно 3 на 4. То есть, ну, этого достаточно для детской. По сути, то есть разместить кроватку, столик там рабочий, шкафчик. Все можно. А также можно было заморочиться, сделать балкон. То есть какой-нибудь такой. Но не стали мудохаться. То есть будет просто скат, будет как второй свет. То есть плюс окно будет выходить. То есть, ну, такая, скажем, такой дизайн. Потом уже под конец будет видно. А что касается стен второго этажа. Стены второго этажа тоже. Основная масса закончена. То есть, да, я там вижу. По углам еще не хватает досок. То есть для внутренней отделки. Но это потом все добьется. Основная масса поднята. Также во всех стенах стоят укосы. Все нормально. Укосы у нас 50 на 100 доска. Кто-то там писал, должна врезаться в обвязку. Есть, скажем, два вида сборки. Поэтому даже когда упирается она в обвязку, ааа, в смолу попал. Укос работает хорошо. То есть нет никаких проблем. Не знаю, кто там пишет в комментах. Наверное, профессионалы-строители со столетним стажем. То есть это все нормально. Какие еще моменты показать вам? Ну, можно забежать немножко вперед. То есть будет следующий выпуск. Это уже стропильная система. То есть можно попробовать сейчас как-нибудь немножко вам светануть центральную балку. То есть конек. Сейчас мы дотопаем аккуратно. где-нибудь. Вот получается у нас идет стойка из четырех досок 50 на 150. На него идет конек. Конек у нас из 50 на 200 сдвоенные доски. Видно вам отсюда. Сейчас мы дотопаем на какой-нибудь край. То есть вот. Потом идут также две опоры. одна опора у нас из пяти досок на перегородке. Перегородка у нас несущая 50 на 150. То есть есть перегородки обычные, которые доска делается из 50 на 100. А это у нас несущие идут перегородки. Поэтому доска тоже 50 на 150. Также потом она ложится еще на одну несущую стену. И потом идет уже туда на окно. То есть если внимательно обратили как сказать, обратили внимание обратили внимательно внимание то окно у нас идет одно из сдвоенных стоек то есть вот смотрите, видите, одно окно из сдвоенных стоек, а второе по простому, то есть ригель есть, да, нагрузку он как бы делит, но так как у нас идет опора под несущий конек, поэтому усилили окно таким методом, и даже еще поставили дополнительный хедер то есть жесткость хорошая сейчас я вам покажу кто-то ставит хедер, кто-то ставит несущий ригель, кто-то делает сдвоенные стойки, а у нас тут для подстраховки получается полностью сплошной хедер я не знаю, получится сейчас залезть или нет, мне любопытно, сплошной он идет или нет, сейчас мы глянем ради интереса, за что-нибудь возьмемся оп, пальцами, да, он сплошной идет, то есть из трех досок сделан хедер 50 на 150, две доски отсюда, сзади сплошной ригель, плюс окно усиленное сдвоенные стойки и уже на нее тоже ставится опора, тут из четырех досок, да, а сверху уже сложится, вон, верхняя балка, две доски, а почему две доски, то это вообще брус идет у нас, по-моему, да, брус! 100 на 200, сейчас мы отойдем в сторону, извиняюсь что медленно передвигаюсь, да тут идет, а нет, две сдвоенных доски, да все правильно, снизу еще подшита еще одна доска, также стоят два опора по бокам на столбах, то есть все согласно проекту, все согласно расчету нагрузки, будем надеяться, что все будет хорошо, тут у нас тоже такой скажем 200 на 50 проемом дверным, потому что он тоже идет как несущий, и видите тоже внутренние стенки большинство, ну как большинство, да все практически, а нет, большинство сделаны из доски 50 на 150, вот я вижу детская комната собрана, то есть это уже не несущая перегородка, вот допустим как для гардеробной, так и вот детская комната, это 50 на 100 доска идет, а все где несущие идет 50 на 150, так что вот так друзья, такие пироги, а так в принципе второй этаж по стенам уже почти практически готово, то есть сейчас по максимуму быстро вся постройка гонится под крышу, потому что видите местами дожди льют, то есть работа встает, а так когда уже будет кровля, то есть можно будет доделать все нюансы, так что пишите комментарии, пишите вопросы, кому что интересно, будем стараться объяснять, есть я записал три самых популярных вопроса, сейчас мы куда-нибудь встанем, чтобы покомфортнее стоять, так друзья, попробую ответить на самые популярные вопросы, смысл в чем, наверное самый популярный вопрос, почему каркасный дом, я некоторым отвечал в комментах, но стараюсь на общую массу ответить, во-первых, скажем, в этой технологии я сам немножко понимаю, то есть мне легче ориентироваться, где правильный узел, где неправильный, где что как можно подправить, где-то какие-то косяки, то есть я это знаю, во-вторых, так как у нас свайно-винтовой фундамент, то есть выгоднее делать каркасный дом, в-третьих, он очень быстро возводится под крышу, его можно потом закрыть снаружи и уже зимой спокойно ковыряться самому, в-четвертых, мы наняли, скажем, ребят, обратились в фирму «Устрой живи», для чего? Чтобы ускорить процесс, чтобы мне самому не корячиться, скажем, весь год, все лето, собирать вот этот каркас под кровлю, чтобы ребята быстренько собрали за неделю, за две, то есть, а я уже буду потом спокойно заниматься отделкой, не спеша, то есть я знаю, что в этом году вряд ли мы там что-то въедем или что-то, то есть я знаю, что еще пару лет как минимум буду заниматься отделкой, то есть вот такие моменты. Следующий вопрос тоже касается немножко, скажем, каркасного дома, но все равно, почему ты сделал дом на винтовых сваях? Ребят, во-первых, если вы обращали внимание, то у меня, у нас участок с огромным уклоном, вот я вам показываю сваи, то есть верхняя свая где-то метр сорок, самая нижняя где-то тридцать-сорок сантиметров от земли. Многие пишут, сюда ленту надо проще было залить, дешевле, то есть, друзья, вот кто пишет, ленту залить, я там за сто тысяч залил, вот я смело могу сказать, под этот дом, вот ленту залить, ну, порядка одного мульта надо, то есть одного миллиона, и я не знаю, есть смысл спорить с такими умниками, которые говорят, я себе залил ленту за сто тысяч, ну, нереально это, то есть, я знаю по друзьям, по соседям, сколько им обошлась лента восемь лет назад, и заливать ленту сюда, с таким большим уклоном, но это просто бешеных денег стоит, я за миллион уже коробку под крышу лучше поставлю, чем буду только фундамент ставить. Так, и еще какой вопрос, почему, вот еще один самый важный вопрос, многие пишут, спрашивают, Сергей, ты же, как бы, ну, умеешь строить, понимаешь в этой технологии, почему ты не делаешь сам? Самое дорогое для меня это время, то есть, если я буду делать сам, я буду тут подыхать с утра до ночи, все, весь год, это раз. Во-вторых, это финансы, да, можно сэкономить, то есть, там, порядка, скажем, ну, тысяч двести-триста я бы выиграл, то есть, если бы я строил сам, но, опять же, если я буду строить сам, то когда мне работать, то есть, зарабатывать деньги, это два. Третий момент, пахать все лето в одного с утра до ночи и не видеть свою семью, там, не поиграть с детьми, каждый день ты замудоханный, за ее замученный, скажем так, то есть, это четыре, то есть, поэтому, с моей точки зрения, то есть, ну, проще, да, мы там, может, там, заплатили за работу ребятам, ребята работают хорошо, но зато мы получаем уже готовую коробку под крышу, а дальше уже потихоньку ковыряешься сам, потому что отделка, она дольше, но она полегче, то есть, это мое личное мнение, вот такие вопросы очень часто прыгают в комментах, очень в личку прилетают, надеюсь, более-менее понятно я объяснил. С вами был Сергей, в следующей серии мы увидим, я надеюсь, стропильную систему, возможно, сразу и кровлю, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, на самом деле, приятно, что вы со мной, друзья, что смотрите мои ролики, следите, пишет кто-то в личку, там, поддержка, там, круто, классно, так что спасибо вам огромное, будем стараться делать для вас и дальше годный контент. Всем пока-пока!